Здравствуйте дорогие друзья, с вами РАЗе. Как всегда встал в 5 часов утра, сделал кофейка, сел за компуктор, включил компуктор и у меня пропадает свет. Кто не знает, в Украине идет война, уже скоро будет год этой войны. Я хотел записать Бериком обновления, то что их было очень мало. Отключили свет на 5 часов, я забил большой болт. Лег спать, проснулся в час дня, не хотел ничего записывать, но обновления и ивенты Линейш 2 Мобайл пропускать нельзя. Потому что я еще играю в эту игру и пока мне нравится просто крабить мобов, то поехали. Начнем с самого вкусного, это легендарная золотая телега. Это все, что будет самое вкусное на этом ивенте. Видим, что золотая телега будет 6 января, то есть с пятницы по воскресенье, с 6 января по 8 января. Ежедневно появляться будет она в 20.40, будет она появляться в Геране, Орене и Адене. В зависимости от локации появления этой телеги, будут появляться сразу 3 телеги. И в каждой телеге, в зависимости от локации, будут разные товары. Чтобы найти телегу, просто открываете карту и ее будет видно на карте. Видим локация Геран, свитки модификации, оружие, доспеха, украшения и блоссовенные свитки модификации. Но если у вас есть Адена, то покупаете все, конечно же. То я куплю только блоссовенный свиток, модификации, украшения. Плюсуем, 9 миллионов. Теперь переходим в локацию Орен. Камни жизни, камни духа, улучшенный камень магии. Видим расценочки. И также блоссовенный камень жизни, блоссовенный камень духа. Но это очень дорого для них. Они с повышенным шансом, что вы словите какой-то нормальный ЛС. Дальше переходим. Видим локацию Аден. И тут уже реликвия энергии. Печать блоссовения. Блоссовенный свиток телепорта. Проклятый свиток модификации. Вот, вот это сразу. Плюс 2,4 миллиона. Вот эти два свитка нужно купить. Есть красные вещи, которые при блоссовенной заточке не зашли. Безопасная точка 4. И блоссовенный, если точить на 4, кто не знает. Это для новичков говорю. Вы можете заточить на плюс 5. На небезопаску. Но иногда блоссовенный свиток не прокает. И вы точите на безопаску плюс 4. Вместо 5. То проклятый свиток модификации. Он снижает уровень вашей заточки на 1. И вы снова можете попытать счастье заточить на плюс 5. Если у вас есть красная вещь на плюс 4. Вы можете снизить уровень заточки до 3. И попытать счастье с блоссовенным свитком модификации доспеха или оружия. Вот эти два свитка, они очень крутые. Зелье пробуждения среднего качества. И чистый эликсир. Особые письма в честь праздника. Видим 5 января. Вам на почту придет письмо. В честь 400 дней. Которое вы можете забрать на продолжение всего дня. Видим там будут сундуки. Золотые, серебряные. Мешочки и карты улучшенного класса. И агатиона. Так, видим мешочек. С сокровищами. Будут в количестве 4 штук. Сияющая антикварная вещь от 40 до 140 штук. И фрагмент ключа дракона от 1 до 2 штук. Что за фрагмент такой, я не знаю. Дальше у нас мешочек удачи. Чистый эликсир. Получить можно один предмет согласно вероятности. Если попадется чистый эликсир. Это очень круто. Зелье развития реликвии энергии. Порошок пробуждения и зелье пробуждения низкого, среднего, высокого качества. Это можно получить один предмет из ПСК. То зелье пробуждения, что чистый эликсир и реликвия энергии. Дальше. Мешочек боевой поддержки. 400 дней. Тут видим золотая настойка леи. Цветок битвы. Пробуждение, легкости, защиты. Короче, экономят нам немного адены. Но я не знаю. Вот это самый бесполезный расходник. Его можно как-то было бы зациклить. К примеру. Или его можно объединить. Я просто не знаю. Можно ли объединить вот эти свитки. Чтоб они. Ты их активируешь. Такие ивентовые свитки. И те покупные свитки, которые ты покупаешь у бокалейщика. Они потом после окончания вот этих свитков. Продолжали работать свитки бокалейщика. Тогда это будет офигенно. Получается экономия небольшая адены. Заряд души. 400 штук. 100% шанс получения. Итак. Карты. Гатёна и карты. Это серебряный сундук. Серебряный сундук. Серебряный сундук. В количестве 4 штук. Карты улучшенного класса и гатёна по 6 раз дополнительно еще будут. Или 6 или 11. Можно получить один из предметов. Все зависит от рандома. Камень духа. От 1 до 3 штук. И бласовенный камень духа. Вы можете получить или не получить. Так. Как видим. Добавляется вот такой вот пропуск. Который активируется за 400 адены. Также пропуск дает кучейшую кучу виталки. С каждого члена клана. Она уже переливается через верх. В пропуске опять же виталка. Я заметил они пропуски делают такие как вот. Рассылают письма и еще пропуск такой же самый делают как письма. Только тут не хватает карт класса улучшенных. Которые придут в письме. Видим тут аналогично. Сияющая антикварная вещь. Позволяет получить случайный предмет из списка. Чистый эликсир. Но я могу вам не читать. То что прошлый ивент соответствует этому. Тоже видим количество четырех предметов. Каждая. И так же вот откроем. Просто посмотрим тут заряд души. Видим вот серебряный сундук. С картами агатиона. Картами класса. Тоже руда духов 400 штук. И позволяет получить от 6 раз до 11 раз. Также камень духа и бласовенный камень духа. Вот такой пропуск. Тоже очень круто. Если суммируем это все. Это уже по 8 получается предметов. Письмо. Вот этот пропуск. Который пройдется очень легко. Ну конечно. Вот финальная награда. Редкое украшение. Ну на год игры могли сделать бы и героическое. Ну серьезно. Просто и заключительный ивент. Письмо. С 4 января по 18 января. Будет 12 часов приходить письмо. Письмо. Которое будет храниться 3 часа. Энергия НХСА. 1000 единиц. Мешочек с антикварной вещью. 3 штучки. И заряд души 500 штук. Мешочки с антикварной вещью. Будет от 5 до 50 штук количество. Можно получить рандомное количество. Так. На этом ивенты все. И обновление. Обновление очень маленькое. Увеличивается количество очков рейтинга. Получаемых за победу катакомбов отступников. Война кланов. Изменены мировые условия. Для первого сезона. Остров древних. Мы видим, что с 4 января до 11 января 2022 года. Группа 1 это Эрика и Леона. И группа 2 Зихард и Бартс. Вот такие вот ивенты и обновления Lineage 2 Mobile. Если вы замечаете, что я что-то недорассказал. Пишите в комментариях. Обязательно пишите в комментариях. Чтоб люди видели. Потому что иногда бывают. Добавляют контент. Различный. И они об этом не пишут ничего. Теперь перейдем к комментариям. Как всегда все персонажи выдуманы. Текст написан заранее. Совпадение с существующими персонажами. И текстами это лишь совпадение. Поехали. Скотыны. Чтоб вам пусто было. Твары, что вы нам пыхаете. На Корее настолько жирней было. А я приеду и сожгу вашу скую контору. Могли бы по маночке синих чернил дать хотя бы. А не сраные расходники. Это что за идиотизм? Какая руда духов? Какие заряды души? На 500 дней. Зелья скорости получишь. И банки маны. Увольте пожалуйста того человека, который придумал такую. Че. Пу. Хо. Уже просто крик души. Уважаемая администрация. Это что за мусор? Вы вообще видите, что с игрой происходит? На серверах золотые карты. Пел пушки плюс 9. Итак, далее. Кому нужен вообще этот мусор, что вы выдаёте за сезонный пропуск? Людей в игре всё меньше и меньше становится. Обратите внимание. Обратите внимание, пожалуйста. Если меня кто-то смотрит. Я думаю, не смотрит. У меня кто-то из разработчиков. Блин, есть два мобайл. Ну а обратите внимание на крик души, пожалуйста. Людей. Ну что вы. На самом деле. Спасибо за подарки. Вы для кого их делаете? Своим отношением уже давно потеряли новых игроков. А старым эти подарки не нужны. Игре уже год. Мало ли. Забыли. Это что, все сведения? Контенты где? Бестолочи. Ты тупой контент добавляют раз в две недели. Прошлые добавили на прошлые недели. Так, когда следующий? Кстати, вот это про контент я не знал. То, что раз в две недели добавляют. Иногда полезно почитать эти комментарии. Это все ивенты и обновления. С вами был Розе. Всем до новых встреч. Ты посмотри на эту скотину. Она же вся обосранная. И уже на шерсти закоррела все там. Пошел ты нахер, козел.